Осенью перепады атмосферного давления, температуры и влажности приводят к изменению сосудистого тонуса. Он, в свою очередь, может спровоцировать развитие осенней гипертонии. Терапевт Центральной городской клинической больницы Ума Султан Ахмедова подтверждает, с жалобами на давление риутовчане стали обращаться чаще. Возросло и число гипертонических кризов. Причем такое состояние возникает не только у пожилых, но и у молодых людей. Если раньше говорили, что это удел людей старше 55 лет, особенно мужчин, и женщин старше 65 лет, то сейчас гипертоническая болезнь очень помолодела. Это связано с тем, что сейчас жизнь такая, много стрессов, экологический фактор также играет роль, наследственность. Если артериальное давление выше 140 на 90, это гипертония. Часто люди даже не догадываются о причинах плохого самочувствия. А измерять артериальное давление нужно регулярно. Для этого сейчас есть много приборов, которыми легко пользоваться даже в домашних условиях. Если давление повышено, стоит обратиться к участковому врачу и строго соблюдать его предписания. Обязательно продолжать принимать гипотензивные препараты, не пренебрегать режимом труда и отдыха, это очень важно, не переутомляться, избегать стрессовых ситуаций, не принимать тонизирующие напитки, такие как крепкий кофе или чай, соленая пища, обычно принятая на ночь, и избыточный прием жидкости также могут спровоцировать повышение артериального давления. Прилив жара, головокружение, головная боль, одышка, боли в области сердца – все это симптомы гипертонического криза. Игнорировать их нельзя. Если своевременно не начать лечение артериальной гипертонии, это может привести к опасным осложнениям, в том числе инфарктам или инсультам.